Всем привет! Меня зовут Виктория, вы на канале Jazz Life Pets. И сегодня я вам покажу, что произошло с лаймой, как она чувствует себя на сегодняшний день. И отвечу на очень часто задаваемый вопрос. Кто не в курсе, несколько дней назад вышло на моем канале видео о том, что у лаймы застряло яйцо, что она беременная и чувствует себя плохо. В общем, всю неделю мы занимались ее выхаживанием. Случилась весна, и весной у птиц инстинкт размножения начинается. Это и происходит из-за того, что день становится длиннее, и у птиц больше света. Ну, короче, гормоны начинают работать иначе. Вот. У лайма округлилась попа, лайма начала искать гнездо, она залазила во все щели. И у нее воспалилась, ну, как бы попа, округлилась, воспалилась. У нее начался такой помет жидкий, большой, какашки такие большие, извините за подробности. Вот. И у нее, ну, в общем, она начала себя плохо чувствовать. У меня подозрение было, что у нее застряло яйцо, она не может его снести. Может быть, из-за того, что нет гнезда и так далее. Я начала консультироваться с орнитологом. И, ну, мне сказали, что делать. В общем-то, об этом есть подробные видео на канале. Кому интересно, вы можете зайти на сам канал и посмотреть другие видео про лайму. Вот. Что сейчас происходит и как себя чувствует лайма, я вам сейчас покажу. А также мы проверим лампу, нет ли там яйца, может, она там гнездо себе устроила. И еще один вопрос, был очень часто задаваем, прям под видео, полно таких комментариев, что видели в одном из фрагменте видео, как у лаймы из попы торчала лапка птенца и двигалась. Вот. Ну, вот я вам поясню это все. Теперь я их на ночь накрываю. Птички мои, привет. Привет. Самое главное, это аккуратно делать, тихонечко, чтобы они с просонью не напугались. С лаймой уже, ну, не могу сказать, что все полностью хорошо. Он тикает у нее еще хвостик, но, посмотрите. Птичка активная. Птичка кушает, да, лаймочка. Попа у нас чистая. Кто не знает, она уже была мамочкой, вот у них были птенцы, но я гнезда не ставила. И все прям очень сильно переживали и просили меня в комментариях проверить вот эту вот люстру, потому что лайма очень много там времени проводит, то есть она постоянно на люстре, она туда залазит. Сейчас я выпущу, она наверняка туда сразу же полетит. И все решили, что там может быть яйцо. Давайте сейчас вместе с вами это проверим. Лаймочка. Смотрите, они так всегда делают. Когда вылетают, они садятся, пролетают круг и начинают вот так вот крыльями сильно-сильно махать, потому что крылышки у них, ну, как сказать, засиделись, залежались, потому что в клетке-то они не летают. Обязательно, если у вас есть птички, выпускайте их час-полтора-два в день, они должны обязательно летать. Лаймочка, ты как себя чувствуешь? Моя девочка. Пойдешь ко мне на ручку? Нет, понятно. Тоша, а ты пойдешь? А Тоша с удовольствием всегда на ручке в реке посидеть, да? Так, ну вот, смотрите. Вот так вот мы выглядим, вот так вот мы снизу выглядим. В сравнении с тем, что было раньше, это вообще небо и земля. Такое впечатление, что она яйцо где-то таки снесла, потому что, ну, смотрите, абсолютно нормально себя чувствует. Но если бы она снесла яйцо, она бы на нем сидела и старалась бы его высиживать. Так, вернемся к лампе. Так, сейчас я поставила сюда стульчик и посмотрим, нет ли яйца в лампе. Я как бы догадываюсь, что нет, потому что лампа, она сквозная. То есть здесь вот, ну, щели, нету такого, что там места. Но все-таки лампа не полностью прозрачная. И, ой, залезла на стульчик. Вот, видите, она не полностью прозрачная. И я подумала, может быть, вот тут она могла где-то застрять. Поэтому я сейчас с помощью камеры буду снимать и потом смотреть на видео. Ну, иначе, ну, я по-другому никак, я же люстру не сниму. Вот, поэтому давайте вот так вот. Так, сейчас. Вот так вот я сейчас буду снимать. Я надеюсь, что будет видно. Она обычно вот в эту люстру залазит. Вот сейчас я с разных сторон снимаю. Снизу мне ничего не видно. Такое вообще, что там ничего нет. Ну, я думаю, что сверху тоже мы ничего не увидим. Но мы должны проверить. Так, ну, тут тоже вроде бы ничего нет. Вот другая лампа. Видите, здесь я вижу насквозь. А вот здесь я насквозь не вижу. Вот здесь. Здесь мне непонятно, что там делается сверху. Я надеюсь, что на камере будет видно. Вот тут видно. А вот тут... Вот тут именно... Да нету. Так. Еще раз вот эту посмотрим. Мне не довернуться. Ребят, ну, я построю еще на видео, но мне кажется, что нет. Лайма, призывайся, где яйцо снесла? На шкафу смотрю. Вот там вот они на мишках часто сидят. На мишках. Давайте поближе посмотрим. Упс. Бывает еще такое, что они едят свои яйца. Так. Мишки-обезьянки. Ничего. Никого. На голове у мишки. Тоже нет. Давайте посмотрим под мишкой. О, там еще мишки. И котики. Ой-ой-ой. Пора делать уборку. Так. Так. Садимся назад. Ой. Что-то за глазиком у мишки случилось. Стоять. Еще у меня вот этот вот шкаф не до конца закрывается. Там вечно что-то попадается. И как-то она интересовалась вот этим вот ящиком. Ну, это щелочка. Вот. Но я никогда не видела, чтобы она залазила. Здесь, в принципе, вот пусто. А здесь постель у меня лежит. Вот. Поэтому. Вот. Тут одна подушка, которой мы не пользуемся. Там тоже пустой ящик. Ну, нет. Тут тоже нет. Там вещи, халаты. Если бы она и залезла тут, то вот в эту вот щелочку. Это было бы вот здесь. Там бы она не смогла ниже попасть. И здесь яйца тоже нет. Тошечка, иди сюда. Ой, птичка. Ты лайма спасал? Спасал лаймочку нашу? Девочку, да? Так вот. А по поводу того, что видели ножку у лаймы из попы торчащую. Ну, во-первых, попугаи это не живородящие птицы. Я вообще не знаю, не бывает живородящих птиц. Попугаи, как и другие птички, несут яйца. Откладывают. Ой, смотрите, как она тешит в мордаху. Лапочка. Зайчик. Вот. Поэтому лапка, ну, точно не могла торчать и шевелиться из попы. Я подозреваю, что вы видели. То есть я тоже, вот честно, я когда увидела на видео это, я тоже так у меня чуть-чуть, ух, блин, что это? Там такая штука торчала у нее из попы. И вот так вот, ну, точно похоже было на лапу. Я понимаю, почему так все подумали. Ну, логически, как бы, надо же понимать, что не может быть живой цыпленок из попы торчать у птицы. Вот. Это была налипшая какашка, которая затвердела. Из-за того, что у нее попа пульсировала, ну, она вот так вот все время делала попы, потому что у нее такой инстинкт, вот именно, был тот момент. И из-за того, что тикала попа, вот этот засохший кусочек с перышками и кокулями, он вот так вот шатался. И казалось, что там лапа шатается. Вот. Я сама немножко стремнулась, когда увидела это, особенно на видео. Оно вживую так не казалось, ну, не было таких у меня подозрений. Плюс, я же ее потом поймала. Я это уже не снимала, потому что это, ну, сложно было снять. Я больше переживала за птицу, чем за видео, что я там что-то не сниму. Я думаю, расскажу потом вам. Я ее взяла в руку, до этого я открыла уже теплую водичку в кранике, не сильный напор такой, чтобы он не шумел, чтобы лайма не пугалась. Вот. Занесла ее в ванну и мыла ей под хвостом, полностью вымывала это все. Оно было очень твердое, это были залипшие, засохшие какашки, которые как раз-таки раздражали ее там. Она все время лапами там доставала, но она не могла снять. Я не знаю, если вот в природе такое случается, как птица, она, мне кажется, погибает, потому что, ну, оно у нее там все... Либо перья выпадают вместе с этими какашками, но там все долго у нее заживает. Я не представляю, как бы она справлялась, если бы я ее просто не взяла и не замочила в воде. Просто это было... Я реально долго ее отмывала. Я, наверное, минут 10 ее отмывала. Я уже переживала, что она там настолько будет перепуганная, у нее так сердце билось, и она... Я волновала, что у нее будет инфаркт, пока я это все отмою. Ну, и как бы на полпути уже остановиться тоже не могла, потому что, ну, толку. Она уже напугалась все это самое, потом я беру и, типа, отпускаю, и все на том же уровне остается. Так тоже не вариант. Вот. Поэтому я уже домыла, и, слава богу, все отмылось. Она, конечно, вся сильно промокла и не могла летать. Она пыталась летать, упала на пол, ну, как планировала. И, в общем, с пола я ее брала в руку, она даже уже не пыталась лететь. Вот. Ну, если бы кто-то был, чтобы это все снимать, было бы, конечно, интересно, ну, чтобы это все можно было показать, но никак. Представляете, как это было. Ну, сейчас с лаймой вот уже все хорошо. Смотрите, абсолютно нормально. Просто всего лишь ее я помыла и наладила световой режим дня. Птицы должны гулять 9 часов сейчас, дневное время, остальное время должны спать. Ну, вот, чтобы не было этого инстинкта погасить. И ты что, не выспалась? Спала-спала и не выспалась? Лайм, иди сюда. Иди, я хочу показать, какая у тебя попа красивая, пушистая. О, Тоша. Жопку покажешь? Покажи жопку. То есть, представьте, небо и земля, и так быстро, буквально, вот, вообще, да, все исправилось. Тоша, свали, пожалуйста. Я жопку твоей невестой снимаю. Жопку покажешь? Лаймочек. Скажи жопку, повернись другой стороной. Ну, что, тяжело тебе для нас? Повернись попой. Лайм. Тоже. Попроси попой повернуться. Так, что пересадила. Ну, в общем, все там. О, о, как нуло нормальным, какаем нормальным. Все, здоровая птичка. Здоровые две птички. Всем спасибо за ваши переживания. Мне писали и в личку, в инстаграм. Писали в комментариях. Такое вам огромное спасибо за поддержку и за советы. И спасибо за то, что защищали меня от хейтеров, которые рассказывали и писали, что ты одна вообще выделилась, девочка. Ты из-за того, что у тебя муж появился, ты забросила всех животных. Я не удивлена, что у тебя улитка умерла, у меня улитка в аквариуме умерла. У тебя и все остальные животные сдохнут, потому что ты мужа заняла, и ты свою дочь бросила. Ну, короче, там просто такое, я не передать не мог. Ну, все. Артем, она мыла. Да, Тоша. Тошик. Да, мой зайчик. Шалко, что я так лами не могу взять и потемнуть. Я бы очень хотела, но она не идет так на руку. Она вот один раз притулилась ко мне, когда ей было очень плохо, и она, видимо, поняла, что я ей должна помочь. И она сама прилетела ко мне на плечо, это было в видео. Села ко мне и начала меня за щелку вот так вот целовать, вот так вот трогать. И я увидела, что она трясется и как-то себя странно чувствует. Это поведение вообще было не похоже. Вот животные чувствуют, когда им нужна помощь, и когда они сами не могут справиться, они к хозяину тянутся. Лаймочка, придешь ко мне? Иди, целиться ко мне. Иди к нам с Тошей. Ром. Ну, иди. Лапочка моя, девочка. Все хорошо у тебя? У тебя уже все хорошо? Да-да-да. Моя принцесса. Принцесса моя красивая зевала. Зевала-позихала. Все, с птичками хорошо, слава богу, мы все... Мало тоже заходит, выздоровели, да? Всем спасибо еще раз. Подписывайтесь на канал, оставайтесь со мной. Скоро уже будут видео про улиток и про хомяка. Всем пока. Улыбнись. Новое видео совсем скоро. Подпишись на канал JazzLifePets и нажми на колокольчик. Субтитры сделал DimaTorzok